Всем привет! Вчера состоялся релиз новой гонки от Ubisoft The Crew Motorfest, то есть это третья часть в серии уже. Сейчас посмотрим, как она работает на различных конфигурациях ПК, какова графика, на чем минимально можно поиграть и получить хороший FPS. Сейчас все это рассмотрим. Приступим. Но также не забывайте, что уже начался осенний вал крупных крутых игр. Вот уже в Lies of P подтверждена защита Dino Mortal Kombat 1, тоже защитой, Ассасин и так далее. В общем, много игр с защитой выходят. Тем более, цены просто огромнейшие. Поэтому, чтобы играть по дешевке, переходите на сайт denoulo.net, ссылка в описании. Вы всегда можете там взять оффлайн-активацию и пройти расширенные голд-издания прямо на релизе. И ждать других крутых новинок осени. Поэтому не забывайте, игры по дешевке на denoulo.net, ссылка в описании. Итак, давайте сейчас первую конфигурацию, достаточно такая народная система. И посмотрим, какова сейчас графика и вообще, что можно получить вот на GTX 1070. Ryzen 7700X, 16 оперативный, на SSD игра установлена. Кстати, все могут поиграть. Сейчас доступна пробная бесплатная версия на 5 часов. Но до 17 сентября нужно успеть установить. Поэтому имейте в виду. Если не знаете как, где, что, пишите в комментариях, все подскажу. Итак, сам игровой процесс на 1070. Все отлично запустилось, никаких проблем, есть русский язык. И на высоких настройках сразу игра мне выставила такой пресет. Я получил таких 45-55 кадров. Тоже вполне нормальный FPS, можно чуть повыше сделать, но вполне себе нормальный. По видеопамяти 4.6 вот я поиграл. По итогу вот под 5 используют на высоких настройках. Оперативки 6.5 и с подкачкой 14.7. Процессор, ну, процентов на 30, 16 потоков загружены. То есть все так же, даже на 2023 год. Гонка The Crew, вот новая Motorfest, нетребовательна. Буквально на GTX 1070 видеокарте можно на высоких настройках поиграть. Не на ультра, на высоких. Но получить приятную графику, хороший FPS, ну и прям-таки кайфануть. Потому что видите, и отражения всевозможные, лужи, какие-то поверхности мокрые. Все очень классно смотрится, и растительность. Буквально на 1070 уже можно прям кайфовать от игры. Пишите, какие у вас конфигурации, чтобы я отвечал, как у вас будет выглядеть игра. Какой вы FPS получите. Вы всегда можете спросить в комментариях. А так на 1070, на первом Ryzen 7700X, 16 поточном, вполне можно поиграть. Запустилась без каких-либо проблем. Сейчас посмотрим, что будет на более слабых конфигурациях. Итак, давайте достаю GTX 1070. Сейчас поставлю GTX 1060. Ставьте лайк, если нравятся такие вот подробные смены видеокарт. Что-то такое вот внедряю в видео, чтобы вам было интереснее, разнообразнее смотреть эти тесты. Ставлю GTX 1060. Итак, игровой процесс. Давайте смотреть. Уже Ryzen 5 1600, то есть только 12 потоков. 6 ядер, 12 потоков. 1060, 6 гигабайтная. 16 оперативный. Поставил на средние настройки графики. Full HD. И получил те же 45-55 кадров. То есть на 1060. Тут упирается не в процессор. Чуть больше, да. 12 поточный сейчас стал загружен, чем 16 поточный. До 40-50%. Но упирается в видеокарту чуть что. Поэтому на 1060 тут все еще можно играть на средних настройках графики. Получить хороших 45-55 фпс. Ну и видеть хорошую картинку. Кстати, по видеопамяти пока 4100 использует. До 4,5. Это важно, потому что дальше им кое-что интересное посмотрим по видеопамяти. Потому что на одной видеокарте отказалась запускаться игра. Сейчас посмотрим на какой и почему. А так вполне нормально. По температурам тоже, кстати, ну не требовательно очень получилось The Crew Motor Fest. Понятное дело, зачем им завышать системные требования. Если нужно зацепить массового игрока. Сама по себе гонка красивая. Много онлайн событий. Каких-то ивентов. И так далее. Ну смотрится хорошо. Поэтому даже на 1060 можно приятно поиграть. Итак, давайте далее. Достаю видеокарту. Ставлю 1050 Ti. Уже 4 гигабайт. Но она, кстати, не подходит по минималкам. В минимальных к The Crew Motor Fest установлены 1060, 6 гигабайтные якобы нужны видеокарты, 8 оперативки и процессор Ryzen 5 1400. Ну здесь якобы 8-поточный минимальный процесс для игры нужен. Но давайте посмотрим, что же мне удастся получить на 1050 Ti. Запустил Full HD, единственное на минималках. И поначалу вот тут много было болельщиков, машин. Да, вроде бы 30 кадров, даже 29 что-то показало. Но на самом деле таких 30-40 кадров. На 1050 Ti, на минималках вполне можно поиграть в 30-40 кадров. Если у вас еще монитор поменьше, разрешение будет ниже, то еще FPS побольше. Ну или вручную. Тут на минималках на самом деле не все настройки графики убрали. Можно попытаться вот что-то убрать. Ну, ТА по-любому. Вот где единичка. Можете 0.9, 0.8, то есть рендеринг снижать. И тоже FPS немножко будет прибавляться, если упирается в видеокарту. Здесь вот не до конца тени на минималках. Чуть что можно еще доотключить. Но сами понимаете, эти все тени там вообще убрать, то игра вообще будет блеклая, неинтересная. САО вот тоже можно будет отключить. Еще попробую сейчас отключить, чтобы немножко бустануть FPS. Хотелось бы, конечно же, 40+. Но даже так вполне себе нормально работает. На минималках даже, если просто пресет. Ну, в таких 35-40 кадров. Изредка там 30 показывает. Вполне можно поиграть, если кого-то устраивает. Если нет, то вот там еще есть настройки, которыми можно немножко FPS попытаться повысить. Да, то есть это я без САО играл, потом поставил САО назад. Без САО картинка похуже становится, не такая объемная. И, соответственно, вернул эту настройку, поприятнее стало. Но FPS все равно такой же, под 40. Поэтому тут только рендеринг снижать. Ну и тени можно, но тени нежелательно трогать. Потому что вообще будет игра неестественная без теней, само собой. 8-поточного процесса хватает вполне себе. Вся видеопамять. 4, кстати, загружена на минималках, поэтому имейте в виду. Тут минимально 4 гигабайт на видеокарты нужно. Это, кстати, тоже сейчас посмотрим. 8 оперативки используют. И вполне можно поиграть на 1050 Ti. Даже в Full HD разрешении на минималках тоже графика достаточно приятная. То есть смотрится неплохо. И FPS достаточно хороший. То есть 1050 Ti еще тянет. Хотя по минимальным системным требованиям она не подходит. Далее давайте смотреть. Запустил на GTX 1050. 2 гигабайтная всего лишь. Очень сильно не подходит по минималкам. 1060, 6 гигабайтная, напомню, в минималках. И вполне себе зашло даже в меню. Кстати, Ryzen 3 1200 4 ядерный, 4 поточный, только 8 только оперативки. И вполне себе зашло в меню. Я думаю, ну нормально. Кстати, в игре нету полноэкранного режима. Только или в окне, или в окне без рамки. Но я чтоб все снизил, чтоб видеокарту разгрузить, чтоб попытаться точно запустить игру. На 2 гигабайтной карте. Ну в окошке вот пока запустил. И вот на самом деле вот был скачок до 2 гигабайт видеопамяти. А нехватка видео. Сейчас вот вылет будет. Потому что все, на 2 гигабайтных игра не может запуститься. Пишет, нехватка видеопамяти, с видеокарты проблемы. Не можем запуститься, ошибка, все дела не получатся. То есть на 2 гигабайтных никак. Минимально для игры нужна 1050 Ti, 4 гигабайтная, ну или какая-то аналогичная от Radeon. Ну и наконец давайте посмотрим на AMD FX 8300 стареньком процессоре. Хоть и восьмиядерный. Кстати в винде определяется как 4 ядра 8 потоков. Там такие своеобразные ядра, то есть компоненты. Но запустилось. FX 8300 плюс 1060. 8 оперативки, кстати DDR3 только. И да, проц местами 80-90% загружен. Понятное дело, что его можно подразогнать. Здесь я не разгонял, потому что большинство все равно разгонять не будут. А те, кто знают, понимают и так в курсе, что еще придаст 5-10 кадров, стабильности времени кадра. Но вот без разгона проц тоже вполне тащит в таких 35-40 кадров с 1060 картой. Да, видно, что видеокарта не догружена немножко. Но все в любом случае упирается в процессор FPS здесь. Но все равно достаточно хорошо тащит. По крайней мере точно запускает. И точно вполне себе можно поиграть даже в связке с картой там 1050 Ti или RX 470 какой-нибудь. Что-то вроде этого. Вполне себе нормально работает. И пишите в комментариях ваши вопросы, если что-то непонятно, или ваши конфигурации. Как пойдет, не пойдет. А так, слежу дальше за различными новостями по играм. Какие-то события, тесты, интересные новости. Слежу за всем интересным. Не забывайте, если вам нравятся мои ролики. Подпишитесь обязательно. И пишите какие-то комментарии, вопросы. Всегда все можете спросить. На все стараюсь отвечать. Спасибо за просмотр. До следующего видео. Пока. Пока.